Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите... Болеем за наших! В Рязани первый день Олимпийских игр встретили танцевальным флешмобом. Удар, удар, еще удар. В Дворце детского творчества прошел чемпионат и первенство Рязанской области по боксу. Первый золото Олимпиады в Сочи взято. Российские фигуристы подтвердили свой высокий класс. Комментарии тренеров и юных рязанских фигуристов. Ну а теперь обо всем по порядку. Больше чем на две недели российский город Сочи стал спортивной столицей всего мира. Красочная церемония открытия. Больше 6 тысяч спортсменов-участников и членов их команд из 80 стран мира. Почти миллион проданных билетов на ледовые и снежные арены. Кстати, нынешние игры станут рекордными и по числу разыгрываемых комплектов медалей. Их будет 98 в 15 спортивных дисциплинах. Символично, что зимние Олимпийские игры в Сочи стали 22-ми по счету. Также 22-ми, но только летними, были и игры в Москве в 1980 году. Встречали открытие Олимпиады по всей стране, в том числе и в Рязани. Накануне открытия зимней сочинской Олимпиады в Рязани молодые горожане устроили танцевальный флешмоб в поддержку олимпийской команды спортсменов. Участники проекта, чтобы победить холод, начали со спортивной зарядки, а после нее весьма быстро перешли к танцам. Под руководством волшебных зверушек, олимпийских талисманов, леопарда, зайки и белого мишки, ребята показали современные танцы под популярные олимпийские мелодии. Завершился же спортивный флешмоб, как и положено, соревнованиями, а именно забегом на полтора километра. За событиями, происходящими на ледовых и снежных аренах зимней сочинской Олимпиады, следят миллионы болельщиков. На многих предприятиях и в организациях Рязани установлены телевизоры и мониторы, благодаря которым все любители спорта могут поддержать любимых спортсменов. Большой экран повесили и в фойе Рязанского государственного университета. Олимпиады – это крупнейшее, важнейшее событие в мире, которое сейчас происходит. Не хотелось бы, чтобы мы оставались в стороне, наши студенты оставались в стороне, преподаватели и сотрудники, хотя, собственно, я говорю про студентов. И социальные ребята, была инициатива, которую мы поддержали и отправкома, попросили руководство, чтобы была организована такая возможность посмотреть и Олимпийские игры на экранах в университете. Да, конечно, я думаю, вся страна смотрит Олимпиаду. Ну, а любимый спорт – это вот биатлон, который сейчас показывают. Вот очень болел за Антона Шипулина. Сестра у него выиграла, но у него, к сожалению, не получилось. Ну, вот наш спорник по фигурному катанию завел золотой метод. Ты рады? Да, очень. Мы всей семьей болели, смотрели. За Юлию Лепницкую, за Татьяну Волосожар, за Максима Таранькова. За всех. Какие спортивные соревнования тебе еще будут интересны, которые ты хотел бы посмотреть? Наверное, шорт-трек, конькобежный спорт. Такое событие было только в 1980 году, а теперь я увидела. Мне очень приятно. Такая гордость в нашу страну. Мы верим в наших, и я надеюсь, что мы выиграем. Многие эксперты признают, что проведение крупных международных спортивных соревнований, а особенно победы в них своих спортсменов, все это дает мощный заряд к сплочению общества и подъему патриотизма. И всем болельщикам хочется надеяться, что зимняя Олимпиада в Сочи это по-настоящему общенародный спортивный праздник. Россия! 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 Первые дни Олимпиады стали для нашей команды не такими удачными в плане завоевания медалей. Впрочем, есть и крупные успехи. Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире зимних олимпийских игр в Сочи, сделав это досрочно. Евгений Плющенко, например, выиграл второе олимпийское золото, а Юлия Лепницкая стала самой юной обладательницей золотой медали на зимних играх. Посмотреть, как встречали эту победу юные рязанские фигуристы, в Ледовый дворец отправилась Наталья Новикова. Фигуристы принесли России первое золото на Олимпиаде 2014, победив на впервые проводившемся командном турнире. Истоки фигурного катания лежат в далеком прошлом и уходят корнями в бронзовый век. Самые древние коньки были обнаружены на берегу Южного Буга, недалеко от Одессы. Россию фигурное катание на коньках привез из Европы Петр Первый. В 1865 году в Юсуповском саду на Садовой улице был открыт первый в России общественный каток. А первым в истории России олимпийским чемпионом стал Николай Панин-Коломенкин. Он выиграл золото на играх 4-й Олимпиады Олимпийских игр 1908 года в Лондоне в соревновательной программе, которая называлась «Специальные фигуры». Выступления российских фигуристов на Олимпийских играх в Сочи не оставили равнодушными, наверное, никого. А многим наверняка захотелось тут же встать на коньки. Ну или отдать в секцию фигурного катания своего ребенка. Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне, и мы тут же отправились в рядовый дворец, чтобы узнать о впечатлениях профессионалов, а заодно и выяснить, как обстоят дела с этим видом спорта в родном городе. Чувство гордости испытывали? Какие-то еще, может быть, эмоции, радость, восторг? Вы знаете, у нас вчера во время проката Плющенко была тренировка с младшим возрастом. Мы попросили своих родителей, чтобы они нам сказали, когда Плющенко. Мы все быстренько одели чехлы и побежали в фойе смотреть выступление. И дети, конечно, очень сопереживали после каждого элемента. Они аплодировали, громко реагировали. Поэтому, конечно, гордость за то, что все-таки фигурное катание опять возвращается после небольшого, так сказать, спада, который был очень впечатленным. То есть есть шанс, что вот в нашем городе тоже школа фигурного катания может быть как-то улучшит позиции в будущем? Как считаете? Дело все в том, что у нас неплохая школа фигурного катания. Просто, ну, может быть. Просто дело все в том, что та же Юлия Лепницкая, она же не из Москвы, она также приехала в 10 лет из Екатеринбурга. Она точно так же начинала все свои первые шаги в своем родном городе. Да, в Москве специалисты именно специализируются уже на спорте высших достижений. Но и у нас тут очень неплохие дети и занимают очень хорошие места на соревнованиях, выезжают. И поэтому в школе три года, но у нас уже есть свои достижения на самом-то деле. Конечно же, победа наших соотечественников не могла не повлиять на наших маленьких фигуристов. По словам тренера, посмотрев, как ведут себя на ледовой арене ведущие спортсмены, ребята просто рвутся на тренировки с горящими глазами. Расправив плечи, они не боятся набирать скорость и даже не боятся падать. Как тебя зовут? Ева. Сколько тебе лет? Мне восемь с половиной лет. А давно занимаешься фигуристовым катанием? Пять лет. Нравится? Да, очень. А Олимпиаду смотрела выступление наше? Смотрела. Понравилась? Очень. Болела? Да. На кого хочешь быть похожей? На Лепницкую. Как тебя зовут? Иванов Ростислав. Олимпиаду смотрела? Да. Понравилась? Да. Кого болела? За Юлию Лепницкую и Евгения Плющенко. Гордишься? Да. Меня зовут Юля. Давно занимаешься Юлией? Наверное, где-то шесть лет. Вот насколько знаю, у тебя уже какие-то достижения есть спортивные, да? Да. Расскажи. Ну, я ездила на зональные соревнования и с каждым разом у меня результат становился выше и выше. И еще я ездила на разные первенства всяких городов. Влад, какие-то достижения уже в фигурном катании есть? Да. Расскажи. Ну, у меня уже есть 32 медали и 12 кубков. За наших ребят на Олимпиаде болел? Да. За кого больше? За Юлию Лепницкую. А за Плющенко? Тоже. Будешь стремиться быть таким же крутым? Да. Как тебя зовут? Ангелина. А, давно занимаешься? Да. Четырех лет. А сейчас тебе сколько? Десять. Ты такая маленькая, худенькая, хрупкая. Сложно заниматься фигурным катанием? Нет. Мне не сложно. Я стараюсь, и у меня все получается. Несомненно, фигурное катание очень красивый и завораживающий вид спорта, а еще гармоничный. С одной стороны, он развивает мышечную силу, а с другой, учит грациозности, сосредоточенности и координации. На самом деле, дело это достаточно нелегкое. Выносливость, сила, ловкость. Ну и, конечно же, самое главное, не бояться учиться и даже не бояться падать. Как и любой спорт, это тяжкий труд, который закаляет характер, и учит не сдаваться и идти прямым курсом к своей мечте. Глядя на то, с каким упорством и главное, с удовольствием тренируются наши ребята, можно с уверенностью сказать, что когда-нибудь, может быть, даже совсем скоро, они тоже получат олимпийские медали. Когда программа готовилась к эфиру, стало известно, что наши фигуристы выиграли еще одно золото уже в парном катании. Желаем всей нашей команде дальнейших успехов. На этой неделе прошел чемпионат и первенство в Рязанской области по боксу. Молодые боксеры выявляли сильнейших в своих весовых категориях. На первенство Рязанской области по боксу со всех районов региона собралось более 130 младых спортсменов. Этот турнир традиционно является смотром юных и талантливых боксеров. Надо сказать, что сейчас в любительском боксе происходят большие перемены, связанные с возвращением к временам 60-х годов прошлого века. С 1 сентября прошлого года решением Международной ассоциации бокса на всероссийских соревнованиях среди мужчин поединки проводятся без шлемов. Тренеры старой закалки такое нововведение приветствуют. Мы всегда считали, что нам мешают шлемы. Вот первое впечатление, а потом потихонечку началось в 70-х годах уже началось приживаться там в конце 70-х годах. В 80-х годах уже боксируют. Сначала придумывали какие-то перчатки, которые вообще не бьют. Вот такая вот вещь. Просто коснулся, значит, очко. Но это же не бокс. Вот вся интрига в боксе заключается в том, что человек знает, что он может получить сильный, неожиданный, накрутирующий удар. Поэтому не боясь, он вырабатывает смелость какую-то, вырабатывает какие-то качества свои, человеческие. Любительские соревнования по боксу, безусловно, станут более зрелищными. Впрочем, есть и обратная сторона медали. Тренеры признают, что теперь у спортсменов возрастет число травм. Вот это введение я сейчас приветствую. Не потому, что я, конечно, тоже противник травм, противник каких-то рассечений. Это сам я помню. Рассекаешь, бровь тебе снимают соревнования. Ты выигрывал бой, а ты уходишь, потому что ты не можешь продолжать поединок. Спорт должен быть такой, что ты будешь знать, что что-то не так сделал, получил, что-то не так. Значит, надо тренироваться, еще раз говорю, не одни руки и голову, а еще надо тренировать защиту. То есть бокс – это нападение, атака, защита, маневр. Надо сказать, что бокс, как спорт индивидуалистический в начале установления советской власти, не имел большой государственной поддержки. Много для признания этого вида единоборств сделал первый нарком просвещения Анатолий Луначарский. В начале 20-х годов минувшего века он говорил, формы тренажа бокса как спорта дают выносливость, выдержку, бесстрашие, больше, опять-таки, чем какой-нибудь другой спорт. Бокс есть наилучший организованный способ подлинной драки, однако подчиненный известным правилам. Также широко известен девиз профессионалов «бокс – это удар». Вполне возможно, что благодаря введению новых правил повысится зрелищность современного любительского бокса, а также увеличится и массовость спорта. На этой неделе молодежный хоккейный клуб «Молния» провел свой очередной матч. Подробности у Натальи Новиковой. В понедельник, 10 февраля, хоккеисты на своем льду одолели Тверичей со счетом 5-3. По ходу встречи гостям трижды удавалось отыгрываться, но на две шайбы ответа они не нашли. Дублями в составе «Рязанцев» отметились капитан Остап Кривченко и проводивший всего четвертый матч Дмитрий Громов. Также отличился Павел Зотов. За счет записал Арсений Старков, две – Сергей Терехин, по одной – Егор Феофанов и Константин Сляжинский. Регулярное первенство МХЛБ не завершилось. «Молния» должна была провести еще два матча, но соперники «Балтика» и «Призма Рига» снялись с соревнований. Рязанские хоккеисты получат две технические победы и запишут на свой счет шесть очков. Всего по итогам регулярки «Молния» будет 34 очка в 38 матчах. 22 очка команда набрала непосредственно на льду. В проведенных встречах она пять раз выигрывала в основное время дважды в овертайме, один раз по булитам и потерпела 26 поражений, в том числе одно по булитам. Рязанцы забросили 74 и пропустили 149 шайб. Независимо от результатов оставшихся матчей лиги, «Молния» займет предпоследнее седьмое место в дивизионе и станет 11-й среди 14-й команд конференции, опередив снявшиеся клубы. Место команды по всей лиге определится по завершении регулярного первенства, но оно точно будет лучше прошлогоднего 29-го, 22-е или 23-е из 28-ми. По сравнению с дебютным сезоном, рязанцы также улучшили показатели по количеству очков, побед, поражений, запрошенных и пропущенных шайб. Лучшим бомбардиром «Молния» стал Остап Кривченко, он же чаще других одноклубников поражал ворота соперников. Арсений Старков также получил звание лучшего ассистента команды. Напомню, по ходу первенства в «Молнии» впервые в клубной истории сменился главный тренер в ноябре место Юрия. Бирюковым занял Сергей Филин. На сегодня это все, что мы успели вам рассказать. Будьте спортивными, будьте активными и пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА